Райхана Ярулина подняла всех на ноги. Она обратилась за помощью в милицию. Женщина подозревает, что ее соседка умерла в своей квартире. Последний раз она видела свою соседку две недели назад. С тех пор Лялия Гельманова не выходит на связь, а из ее квартиры стал разноситься специфический запах. Но усилия соседки оказались напрасны. К этому времени подошел и участковый. Ну прекратите! Здравствуйте, отдел полиции гвардейский участковый. Уговоры сотрудника полиции оказались куда более действенными. Спустя 15 минут за дверью, наконец, послышали шаги. К счастью, соседка, не подававшая более двух недель признаков жизни, оказалась живой. Правда, поговорить нашей съемочной группе с ней удалось. Находиться даже в коридоре этого дома невозможно. Из квартиры идет удушающий, едкий запах. По словам соседей, Лялия Гельманова живет одна, но у нее есть дочь, которая уже давно не навещает маму. Женщина больна и уже 8 месяцев не принимала душ. Она просто хулиганка. Думаю, прямо в туалет не ходит, в ведро ходит и прямо там воняет у нее стоит. По-большому выходит, тоже стоит у нее. Лялия Гельманова до сих пор не обращала социальную защиту, но сегодня ее все же взяли на контроль и с ней будут работать. В любом случае, ей предложили свои услуги, оставили ей координаты. Всякое бывает в жизни. Ну, пожалуйста, не вопрос. Благо, у этой истории счастливый конец. И вопреки прогнозам соседей, женщина оказалась жива. Между тем, мы у притуала нам сегодня заявили, что одиноких стариков в Казани много. Каждую неделю на кладбище Кендерей хоронят 8-9 человек. Государство это делает бесплатно. Соседи оповещают сотрудников полиции, которые, соответственно, выносят свое решение о перевозке тела мор в судебную медицинскую экспертизу. Это вот одно из мест, где происходит сбор всех таких граждан. Лиза Латыпфа, Айгульни Замутин, Верстам Кадыров, телеканал Эфир.